Я хочу быть президентом России. Вот так, вот будущий президент у нас. Президентским обязанностям Илья Галушкин уже готов подписывать бумаги и говорить всем, что и где делать. Готовы первое распоряжение третьеклассника, изменить эту школу и понастроить новых. Решиться на ответственную должность Илью подтолкнула самая главная проблема России. Моя дедушка хочет заделать дороги, чтобы мы везде проезжали, потому что мы давным-давно застряли в пробке на полчаса. А если не получится с дорогами, всегда можно переключиться на Млечный Путь. Быть астрономом и изучать звезды – вторая заветная мечта мальчика. Но план «Б» пока в разработке. Илья наметил шаги только к должности самого главного человека страны. Сначала закончу школу, потом пойду в институт, потом найду работу, а потом уже стану президентом. На занятии «Кем быть» все выглядит, как игра крокодил. Профессию малыши показывают жестами, не произнося ни слова. А это уже занятия с пятым классом. В мире профессий все, как в известной телепередаче «Что, где, когда». На одну букву школьникам надо придумать как можно больше профессий. До сих пор даже у детей возникают споры с переименованием милиции в полицию. Милиция нет. Сейчас полиция. Ну и что? В споре рождаются и совершенно новые профессии. Спортный механик. Киндер-сюрпризник. С выпускниками в игры не играют. Все серьезные по-взрослому тестирования и мастер-классы в центре занятости помогают определиться с будущей профессией. Среди молодежи специалисты пропагандируют востребованные направления в сфере торговли, строительства, пищевой и легкой промышленности. Но вдохновились ими не все старшеклассники. Он был очень интересным, но тоже как бы не для меня. Я хочу певицей стать. В Ростовской консерватории буду учиться. Потому что я уже как бы пою долго. И родители тоже. Врач. Потому что людям помогать хорошо. По данным областного центра занятости, многие старшеклассники не знают, куда им поступать. А получив образование, часто переучиваются. Искоренять эти недоработки специалисты решили с первого класса. Младшие школьники, занимаясь на уроках профориентации, знакомятся с миром профессии. Знакомятся, что такое профессия. Какие знания необходимо применять для выбора той или иной профессии. Пробуют себя в этой профессии. Так называемую непрерывную профориентацию опробуют в шахтах. Они оказались самыми инициативными. А через год это нововведение распространится на всю область. Екатерина Лободина, Юрий Санкин, Южный регион, Инфо.